Рыжие, черные, белые. Кошачьи мордочки смотрят на вас с каждой работы. Многие посетители при желании могут узнать в них своих домашних питомцев. Ну, на самом деле я очень люблю котов. И одна картина мне больше всего понравилась, потому что на ней, как мне кажется, кот очень похож на моего кота. Сейчас коты вообще это очень такая популярная тема. В интернете очень много котов. Говорят, если хочешь, чтобы твоя страничка была популярной, размещай на них котов. Идея создать такую выставку появилась у автора в 2002 году. Его вдохновили работы художницы прошлого столетия Пелагея Шурыгги, где был изображен кот. А через несколько лет картины появились уже в Эрмитаже. Юрий Глюкшин, который написал эти работы, сделал эти работы, тоже любит котов. Он сам немного похож на кота. Но если, например, чеширский кот знаменит своей замечательной улыбкой, немного саркастичной, немного ироничной, то эти коты очень добрые, а не русские коты. А еще работы не просто яркие. По сути, это декоративно-прикладное творчество. Акварель удачно сочетается с фантиками от конфет, любимыми игрушками котов, а также настоящей кошачьей шерстью. Всего представлено 32 картины. Увидеть симпатичных, забавных и смешных котиков в музее можно будет до 8 сентября. А дальше экспозиция отправится в Ханты-Мансийск для умножения доброты и в этом российском городе. Татьяна Голубева, Антон Васильев, Андрей Печоркин. День с толком.